Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил запретить детям мигрантов учиться в школах России. Об этом народный избранник рассказал в эфире общественной службы новостей. По словам Милонова, в российских школах не хватает места, поэтому россияне вынуждены учиться в переполненных мигрантами классах. Если мигрант приехал сюда с детьми, пусть он отдает ребенка либо в платную школу, либо оставляет детей дома, нам дети мигрантов здесь точно не нужны. Если мигрант приехал сюда работать, пусть работает. А если он приехал и привез всю свою семью, то толк какой нам с этого? Для чего надо увеличивать население нашей страны за счет огромного потока мигрантов? Мы и так видим печальную статистику по преступности среди мигрантов. Есть школы, где мигранты создают этнические группировки и избивают местных детей. Этого не должно быть, сказал депутат. Ранее Милонов выступил с предложением отменить льготы для работоспособных россиян, предоставив привилегии мамам в декрете, пенсионерам и инвалидам. Также депутат считает, что России нельзя брать пример по выплате пособий с западных стран, так как это может породить тунеянство. Политик убежден, что прибывшие в РФ из-за рубежа иностранцы должны работать, а не перевозить сюда всю свою семью. Толк какой нам с этого? Милонов не понимает, почему необходимо увеличивать население нашей страны за счет потока мигрантов. Учитывая, что преступность среди них только растет. Есть школы, где мигранты создают этнические группировки и избивают местных детей. Этого не должно быть. В связи с этим депутат предлагает запретить детям приезжих учиться в обычных школах. Им стоит ходить в частные. Считает Милонов, чтобы ни в коем случае не теснить русских детей. Ранее в Самаре дети мигрантов избили до синяков русскую девочку, учащуюся во втором классе. Если мигрант приехал сюда работать, пусть работает, а если он приехал и привез всю свою семью, то толк какой нам с этого? Для чего надо увеличивать население нашей страны за счет огромного потока мигрантов? Мы и так видим печальную статистику по преступности среди мигрантов. Есть школы, где мигранты создают этнические группировки и избивают местных детей. Этого не должно быть, заявил депутат. Председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, по сути, поддержал коллегу по фракции, заявив, что в Россию эмигрируют. Но это не лучшие представители своих народов. Хинштейн отметил, дети мигрантов отличаются от коренных россиян по воспитанию, менталитету и культуре. Ранее проблему количества детей-мигрантов в российских школах уже поднимал президент России Владимир Путин. Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей-мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их неформально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой, к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей, подчеркнул президент. Также Владимир Путин предложил подумать о квотах школьных классов для детей-мигрантов, чтобы их было легче адаптировать. По словам Путина, в некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей-мигрантов в школе достигает, определенного процента местные жители своих детей из этих школ забирают. Там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми-мигрантов. В России ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода.